Извиняюсь, как бы так, знаете, старые времена, когда хотели привлечь внимание, делали, помните, как? Внимание! Внимание! И когда мы думаем сегодня о внимании, сегодня вообще, как бы так, время бежит так быстро, что мы не понимаем, что происходит. Я хочу сегодня объявить каждому из вас, что сегодня небеса не просто бьют в колокольчик, а бьют на бат о том, чтобы народ Божий начал слышать. Привлечь внимание. Когда мы думаем о внимании, мы забываем о том, что у нас на это нужно время. Скороспешные дни и внимание людей на события тоже происходит очень скороспешно. Скороспешно, то есть мы привлекаемся какими-то событиями. Нас не интересуют длинные смс-ки. Кто из вас любит читать длинные смс-ки и объяснения, что, где, когда, почему не пришли и так далее? Кто из вас читает долгие и рассудительные смс? А кому нужна просто информация? Раз, я понял, все, иду. Потом лучше следующее придет, и потом я на пути. Следующее. И привлекает короткие, но быстрые, четкие пояснения. Знаете, в Google даже сделал в 2012 году исследование, что человек включает свое внимание лишь на 12 секунд. Человек включает свое внимание на 12 секунд. Это же исследование сделали в 2020 году. И знаете что? Мы включаемся на 8. На 8. Поэтому мне придется стучать каждые 8 секунд. Внимание, внимание. Когда я учился в Машире для народа, или Христос для народов, это было так давно, слушай, я уже забыл, когда это было. В 1991 году. Нас учили, что, когда ты проповедуешь, человек внимательно слушает тебя 17 минут. За эти 17 минут, и должен ему представить Бога, надежду на Бога и выход из положения. И это должно привлечь людей. Сегодня мое внимание людей привлечь сократилось от 17-18 минут до 8 секунд. Поэтому и слов-то нет. Что людям сказать? Что можно людям сказать за 8 секунд, чтобы они вообще поняли, что происходит? Но, знаете, вот последствия Google и интернета нас как раз сократили внимание на 8 секунд. Вы заметили, что мы с вами изменились вообще? Как поколение. Поколение, которое перешло от телефонов, которые ты сначала ждал 8 секунд, когда он сделает свой обратный ход, набираешь 0,1 или 0,2. Ты пока дождешь этот нолик, когда он вернется, помните, да? То можно умереть. Берешь нолик, так. За это время уже можно умереть. Сегодня мы привыкли. И смотришь на людей, они одним пальцем печатают 40 слов в секунду. Google нас опережает намного. И мы с вами изменились, потому что чаще всего мы, когда приходим на работу, на служение, куда-нибудь, мы думаем либо о прошлом, либо о том, что будет. Знаете, я скажу так, как говорится в Писании, филиппийцам 3.13. Братья, сестры, я поставил себе за правило не думать о том, что осталось в прошлом, а стремиться изо всех сил к исполнению постановлений и целей. Я поставил себе как приоритив, то есть самое главное, не думать о прошлом. Когда я цитирую Павла, то есть Равшаула, подчеркиваю о том, что наши мысли вообще-то, они двоякие. Мы либо думаем о прошлом, либо о будущем. Мы с вами, к сожалению, не успевали что-то сделать. Мы когда приходим, и вдруг у нас есть мысли, где бы мы ни были, либо мы мечтаем о завтрашнем дне, что принесет, ну или как нам наслаждаться настоящим за 8 секунд, я вам не могу сказать. А Бог говорит сейчас, время Господне благоприятное. Вот прямо сейчас у нас богослужение, но кто скажет, что Он делает? Где ваши мысли? Думку гадаю, чему я не сокел, чему не летаю? Я взял бы два крыла, улетел бы к морю. Помните, как мы говорили две субботы назад, отойдите к морю. Мы думаем о том, где бы мы были через 5 минут, когда закончится это собрание, побыстрее бы закончилось, потому что у нас время, деньги. Время, которое у нас нет. Мы продумываем, что прошло, не так. Кто нас кинул, кто нас стучал, кто меня сдал. И все-таки, кто нам испортил вчерашний карнавал? Мы думаем, что делать в эту минуту? Мы думаем о будущем, мы думаем о прошлом. Что если завтра квартиру не с нами, денег не будет, надо поскорее, поскорее. Вот раз в интернете клиент наклюнулся. Надо сдать поскорее. Ребе, заканчивай. Мне нужно сесть еще на маршрутку, показать человеку квартиру, потому что придет уже осень, детей нужно посылать в школу и в нечем. И будет стыдно прийти на первый звонок. А, между прочим, возможно и карантин отменят. Да ладно. Все равно мы думаем о том, что вдруг Путин нападет. Ну, конечно же, я не сам с армией. И у нас мысли. То в прошлое, то в будущее. И знаете, проблема с прошлым или с будущим не в том, что нам не стоит размышлять, а в том, что ты можешь пропустить самое то настоящее, что Бог имеет для тебя сейчас. Вот странное такое слово «сейчас». Что это? В данную минуту вы находитесь здесь, и Бог приготовил вам что-то. Но если мы своими мыслями, если мы своими рассуждениями, телом, то мы здесь, а мозги-то где-то еще не догнали нас, мы где-то там еще на привозе уже скупили, либо нас надули на 3 килограмма, когда брали 5. И мы пришли домой, у нас не хватает 3 килограмма, и мы начинаем думать, особенно когда мы пришли сюда, проходя же мимо привоза, что произошло. А Бог прямо сейчас приготовил вам нечто. Это не касается только собрания. Не думайте, что я к вам обращаюсь, потому что именно из-за собрания. Вот так получается, что где-то нужно это говорить, правда? И собрав вместе вас, хочу поговорить о вашей семье, о работе, о вашем отпуске, где вы бы не находились. Бог говорит, сейчас, вот прямо там, где ты находишься, время Его благоприятное. Его, Псалом 117, 24. Я вам почитаю с более еврейской точки зрения. Сегодня день, который сотворил Господь. Или нет? Конечно, это шаббат, скажите. Когда он сотворил этот день, он сказал, будь благословен. Шаббат. Если не понимаете, почитайте Библию, там написано так. Так будем счастливы сегодня. Еще раз почитаем, можно? Псалом 117, 24. Сегодня день, который сотворил Господь, так будем счастливы сегодня. А кто-то счастлив будет завтра. Потому что он думает, что завтра лучше будет, чем вчера. Это как я помню, пришли мы к Сергею Авсаджанашвили в больницу. Он после операции, все его порезали. Я говорю, доктор, как он сегодня? Он говорит, сегодня он лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра. Я, конечно, в этом очень изумился, потому что вот такой афоризм именно одесский в еврейской больнице можно услышать не однажды. Этот день, это время, это мгновение создано Богом для тебя, а ты вообще понял, где ты находишься? Сейчас это дар от Бога. И мы должны быть к этому подготовлены. Аминь. Наслаждаться мгновением, дарованным Богом в этом зале, в этой семье. Увиденное красивое на улице. Сейчас это уникальное время, создано для тебя Богом, которое ты можешь рассмотреть свое отношение к жизни, своим приоритетом. Главное, это как ты живешь. Что станет твоей целью? Знаете, причина нездоровых взаимоотношений в семьях, в большинство случаев, это когда ты приходишь с работы, ты пришел домой с работы, а твое сознание еще не пришло с тобой. Ты сидишь и думаешь, этот начальник, да будет царство ему небесное. Чтоб он жил на одну зарплату. А эти маршрутки без кондиционеров, это же целый поезд в ад. Ты пришел домой, а мысли твои еще догоняют тебя. Услышьте, о чем я хочу вам сказать? О том, что Бог, Он хочет с тобой немножко поговорить. Похоже на то, что мы приходим домой, и наши дети, которые нас ждали, которые думали, вот папа пришел, сейчас накинемся на него, подушками его захлопаем, он будет так рад, и ты приходишь и думаешь, у людей дети, как дети, а мои? Папа любил говорить, в тихом оводе, омуте я что-то, в тихом омуте черти водятся. Когда смотрел на меня, знаете, такой, что ты уже придумал там? Он приходил домой, уставший такой, его ничего не нужно было делать, только взять молоко, колбасу поставить перед собой, открыть книгу, а я думал, закинуть ему ноги свои, его поддергать и так далее. Я попробовал. Не отобрался немножко, как бы, он без слов все говорил. Мы с нашими детьми, да, мы думаем о завтрашнем дне, играемся, а мысли где-то в другом месте. О чем я говорю? Наши дети, которые с нами, жена, которая на кухне, мы пришли домой, наши мысли еще не с нами, они еще не пришли, а когда пришли, то занимают то место, которое будет будущее. Надо планировать. Маленькая квартира. Либо нужно строить нары, либо нужно расширяться, нужно планы строить, куда поехать. Что Бог говорит к нам? Чтобы чаша наша была преисполнена, как говорит Давид, тогда нам нужно прийти за столик для двоих, и важно, чтобы это было сейчас. Вот прямо сейчас. В прошлый раз я говорил, столик на двоих. Ты, Господь, есть ли этот Господь наш пастырь? Внимание, вопрос. За столиком для двоих. Может ли быть третий? Может. Когда мы начинаем его слушать, не нужно появляться своим телом и думать за будущее. Мыслить о вчерашнем, но включаться в происходящее. Что сейчас происходит? Служи людям сегодня, потому что вчера уже нет. Завтра может и не быть. Сегодня это завтра, о котором ты беспокоился вчера. Ребе, что вы так говорите? Ничего не понимаю. Вот именно. Ваших восемь секунд истекло. Никто не думает о том, что нужно говорить. Не думайте, что я не могу мысли, как остальные, именно мои мысли, как бы планирование, или же обеспечить свою жизнь, а думать о том, что будет завтра. Я такой, как все. Я нормальный человек. Думаю, как все. Мечтаю, как все. Люблю думать, что будет завтра. Но знаете, хотя и завтра у меня уже запланировано. Вторник точно есть уже в расписании. Среда у нас уже забита. Четверг есть встречи. И конец августа у нас еще и молодежка. Планирование – это хорошее дело. И запланировать отпуска тоже нужно. Но когда я говорю о времени, которое называется «сейчас», это непосредственно касается вашего ментального присутствия в том теле, где оно находится сейчас. Повторить? Нет? Сейчас это непосредственно касается вашего ментального состояния, присутствия в том теле, где оно находится сейчас, в ситуации, в которой вы находитесь для особенного служения. И поэтому Римлянам 12.1 говорит, «Поэтому призываю вас, братья, ввиду Божьего милосердия, принесите себя в жертву живую, отделенную для Бога, угодно Ему. В этом состоит ваше осознанное храмовое служение». Другими словами, когда вы приходите домой, попросите вашу ментальность вместе с вами прийти. Хорошо? Чтобы она села за этот стол или стул, и когда дети подходят, не думайте, что будет завтра, а начните с ними говорить, что происходит с ними сейчас. Обратите внимание, что жена твоя пришла с парикмахерской, и действительно она смогла сделать красивую прическу. Не беспокойтесь, о завтрашнем дне. Он сам беспокоится о себе. На сегодня и так достаточно всего. Разберитесь, что достаточно всего? Сегодня. На нашей тарелке есть так много, и Бог говорит, сейчас. Это время, сейчас. В мире так много людей, которые потеряли настоящее, когда спешили приобрести будущее. Они потеряли то, что происходило сейчас, стремясь к тому, чтобы получить, или мечтать, или заработать будущее. У нас Бог говорит, сейчас. Стремясь обеспечить достойную старость, не терять отношения с родными, близкими, с которыми сегодня можно наладить отношения. стремясь к достойным будущим, отцы забывают, что их дети тоже хотят играть. Они растут, видят окружающий мир. Им любопытно увидеть и спросить тебя, а почему, а что, а футбол поиграть, а покататься. Это касается не только мужчин, касается и матерей, жен. Стремясь к достойной жизни, мы находимся телом в доме, а на работе или на собрании, где бы мы ни находились, мы иногда не подключены ментально или духовно к реальности, которая называется сейчас. Почему я говорю об этом? Я замечаю все чаще и чаще, что верующие люди, как будто у них уже все, знаете, как бы, все уже на мази, мы говорим, да, все уже схвачено, прихвачено, все как бы, и когда молодые люди, либо не молодые, пожилые, начинают просто, вот собрание началось, начинают бродить, скажут вопросы, где-то ходить, что-то делать. я понимаю, что в этот момент, когда Бог приготовил им сейчас, они пропускают то, что Бог приготовил им сейчас, думая о том, что можно сделать через час, можно сказать. Не можно дождаться, как будто это так спешно, чтобы ответить и говорить. Да, конечно, если это жизнь и смерть, нужно бежать, нужно кого-то спасать, то это нужно, но я думаю, что это проблема современной общины, церкви, то есть людей, верующих, у них есть проблема, потому что мы читаем Писание, этот день сотворил Господь, но мы не понимаем, что этот день, это вот сейчас, прямо сейчас, для тебя, не вчера, вчера уже нельзя изменить, в будущее невозможно, как бы, представить себе или запланировать, потому что оно может не пройти. Знаете, когда в ранние 90-е нам фактически не было дела до завтрашнего дня, вот в ранние 90-е это на заре это пробуждение, евангелизация, служение, когда это вот вакуум религиозности, можно сказать, познание Бога было настолько силен, что люди, которые спасались, им даже о завтрашнем дне додумываться не было, когда приходили на собрания, топами, тысячами приходили, проводили ночные молитвы, входили в библейские школы, они насыщали себя по одной причине, что завтра оно может не прийти, а сегодня это то время, которое Бог мне дал. И знаете, самое интересное, что мы о прошлом не жалели, какими мы были, что с нами сделали, как с нами плохо поступили, и вдруг мы вошли еще в одно тысячелетие и как будто барометр пошел в обратную сторону отсчетом. Нам было достаточно сегодняшнего дня, потому что Дух Святой делал то, что Он делал и призывал нас, мы слушали то, что Бог говорил нам. Мы жили, как будто завтра не настанет. Отдавали всю свою жизнь на то, чтобы достичь людей. Это было очень для нас важно, что Бог делает сегодня. Независимая евангелизация, это ли семья. Я помню, когда я приезжал с работы, зная, что мои дети малые, я оставлял все, выключал свои рации, все, что мне нужно. Я брал своих детей, и мы ходили баловаться в парк, лазили с ними лестницам, деревьям, гоняли в футбол, потому что я знал, что вот это время отделено для меня с ними. Поэтому история Марфы весьма поучительна для всех нас. Суть в этой истории не в том, чтобы накормить команду Мессии, чтобы они поели, это восточное гостеприимство, а суть была в том, что Мириам взяла и услышала время сейчас. А для Марфы она пришла к Ишуа и говорит, тебе разве не все равно, что я готовлю, то есть я хочу продумать, чем накормить твою огромную команду из 12 человек, хумус, пита, фалафель, я не знаю, дай Мириам, чтобы она пришла и помогла мне. История Марфы в том, что она упустила, что Бог делал в ту минуту, в то время. Вы слышите, нет? Потому что в то время Ишуа учил, он давал слово жизни и дальше ответ очень простой, Марфа, Марфа, обо всем ты думаешь, за все отвечаешь, а нужно выбрать одно лучшее. Мириам так и сделала, не будем отнимать у нее этот выбор. Давайте не будем отнимать, не потерять того, что имеете, стремляя за тем, что хотите. Знаете, историю, хочу одну историю рассказать, как мы покупали дом в Америке. наши дети уехали или уже женились и мы как-то так остались без них и как мамина сердце все-таки оно болит. Чем раньше отлепите своих детей, тем лучше и безболезненно для вас. Особенно говорю к мужчинам. Вы с детьми то нормально, а вот разговоры в семье начинаются, а что будем делать? А где эти дети? Они же без нас не вырастут. Они же как бы и то, и другое. И тут наш Давид говорит, папа, есть возможность купить дом? Пять комнат. Пять! Мы такие, класс, все мы можем там жить. Мы начали думать за них. Мы начали беспокоиться о их безопасности. Вот когда-то мы будем приезжать в Америку, они все соберутся, придут к дедушке с бабушкой, саба-саба, все эти дети будут, мы будем приезжать, все они будут вместе, друга поддержат и все остальное. Мы пришли посмотреть дом. Нам так он понравился. Ты что, у нас сразу планы. Сразу пошла тема. Так, здесь можно перестроить, здесь покрасить. Так, наняли риэлтора, нам начали говорить, все нормально. Мы даже предоплату дали, чтобы все это делали. Мы начинаем как бы двигаться. Нам сказали, займет до двух месяцев примерно. И в этой агонии, что мы же делаем для детей все, правда? Мы даже их не спрашивали, хотят они с нами жить или нет. Мы уже за них все решили. И тут мы там жжем звонки из банка, звонки от риэлтора. Мы беспокоились. Мы там уже даже думали, идем в какой-то магазин, пошли в магазин, посмотрим мебель, представляли себе, как будем ремонтировать. Там окна немножко плохие, надо снять, поставить новые. Пошли посмотреть окна. Мы начинали это делали. В конце концов время проходит и нам звонят и говорят дом продали, но не вам. я думаю, все это время, все это время я не жил тем, что Бог мне дал поехать на собрание, быть с людьми. А столько было встреч. Я планировал то, как мы будем жить там. И иногда, когда будем приезжать в Америку, не то, что я собирался уехать отсюда, а Давид даже говорит, ничего страшного, твоя комната не будет пустовать, мы ее сдадим. А когда ты приедешь, мы их выселим. У них уже был план, как это сделать. Мы нам сказали, что вы не купили этот дом, мы продали этот другим людям. Я потерял время, деньги, нервы. Я начал пересчитывать, я потерял много, и я понимаю, что за погоней, за чем-то будущим, я потерял настоящее. То, о чем Бог мне хотел, чтобы я пошел на собрание, возможно, или там нашел отношения, уединение, я не знаю, но эта история для меня стала таким примером, когда мы можем гнаться за будущим и забыть, что Бог говорит, сейчас время благоприятное. Нам нужно, нам не нужно покупать дом, чтобы что-нибудь потерять ценное. Не нужно. Вы просто не заметите, как ваши дети подрастут без вас, без вашего внимания, провождения с ним времени. Вы можете пройти мимо и не заметить, как перестроилась община. Просто, потому что ваши мысли где-то в другом месте. Вы даже не заметите новых людей, которые пришли в это здание. Вы не заметите перемен духовных свидетельств, которые у людей есть. Когда люди говорят, что были исцелены от рака четвертой степени, и мы пропустили мимо. А Бог говорит, сейчас. Время сейчас. Вы просто находитесь во всех этих местах, не находясь мыслями в том месте, где вы должны быть в своем теле. В ту минуту, потому что вы строили свои цели, а может быть обсуждали свои обиды. Не потеряйте того, что имеете сейчас, стремя за тем, что хотите получить завтра. У Бога есть план на сегодняшний день. Окружающие вас люди не всегда будут с вами. Не всегда. мои дети в какой-то момент уехали, я даже не понял, что они доросли до этого, они просто уехали. И честно сказать, они со мной жить не хотят. Не пренебрегайте возможности быть частью того, той семьи, того окружения, которой вы уже имеете. Всегда будет что делать. Всегда будет жизнь идти вперед, кидая вам вызов, но это не должно рушить ваши отношения с вашими близкими, родными. Мне сегодня печально слышать, что мои дети напоминают истории, которые можно было избежать. Мне нужно было брать их своих детей в места, куда я ездил и служил. Мне нужно было принимать активное участие в их репетициях, в молодежке. Участвовать там, когда им было больно, быть там, когда их били. Хотя у меня были свои оправдания. Хочу просто сказать, когда вы приходите домой, не оставляйте себя на работе. Приходя с собой, берите свое ментальное свое состояние с собой. Для многих быть дома это телесное пребывание. телесное. Зачастую вы заметили, что в наших семьях либо мама, либо папа приходят и первое, что можно сказать, когда дети кричат или друзья пришли, говорят, дайте родителям отдохнуть. Не трогайте. За живое. Ну и так там идиотов хватает в том мире. Хоть здесь дайте тишины. возможно это нужно, но в реальности это отговорка. Отговорка не провести время с теми, кого любишь. Один пример сделаю. Я часто заряжаю свой мобильник у кровати. У меня там называется Power Station. я взял, подключился, почитал, заснул. В 6.30 у меня звенит звонок, чтобы проснуться и пойти с молитвой. Не с молитвой, извините, с Татьяной я хожу молиться. в один день я проснулся поздно, разозлился на телефон. Он молчит, я не проснулся, не пошли гулять, не помолились, что-то здесь не так. Я к телефону, он на месте, там, где всегда, каждый день, 24 часа в сутки, может быть, 7 дней в неделю он лежит на зарядке. Я к нему, а он молчит. Почему? Села батарейка. Я подключал, но в этот вечер я забыл. Мы можем быть на месте, мы можем присутствовать дома, но, как говорят, в голове нет никого дома. Мы можем находиться в здании, но не дома. Можем находиться на собрании, но не подключенный к тому источнику, который есть. Вроде бы все нормально, все как всегда, на месте, мы на месте, мы на месте, здесь, на собрании, и не подключен. Не подключен. Как так бывает? Что происходит? Так бывает с каждым из нас, вроде бы мы все на месте, на собрании каждую субботу, дома приходим вовремя, с женой вроде гуляем, молимся, они подключены. Мы можем быть дома, но не подключены к семейным отношениям. Мы можем быть в общине, но не подключены к Богу. Мы можем читать Библию, но как всегда говорят, смотрю книгу и ничего не понимаем. Даже уже давно верующих читаем Библию и так я скажу честно, за себя говорю. Иногда читаю Библию, я читаю один и тот же абзац несколько раз и думаю, ничего не понял. Надо вернуться обратно. Надо вернуться. Пока я не подключусь, пока вот тут не становится подключение. Вроде бы на месте, не отрекся от Мессии, все хорошо, но не подключен. Не находишься в том месте, где должно быть именно в своем духовном состоянии. Мы просто на месте, а не подключены к сети. Вы за столом надумаете о завтрашнем дне, либо вчерашнем. Бывало так, кушаешь и такой стеклянный взгляд вы думаете, кто вас обидел, не позвали на обед, не отреагировали на ваш лайк, не получили результат от доктора, а если получили результат, но не тот, который вы хотели. Вас раздражает поведение работодателя, служителя, брата, когда вы можете наслаждаться смехом ваших детей, улыбкой вашей жены. вы можете наслаждаться друзьями, которые пригласили вас на обед или ужин. я не буду дальше говорить ничем. Я просто не хотел бы, чтобы мы включали свой автопилот. На автопилоте все. Мы так привыкли друг к другу, что мы не замечаем, как мы разговариваем между собой. Однажды в разговоре с друзьями друг Татьяна говорит, Валик, ты меня не знаешь. Я думал, бояться мне, краснеть, бледнеть, я даже не знаю, что это случилось. И я понял, что она хотела сказать, что когда мы женились 32 года назад, мы знали только наши фамилии. Через время мы знали чуть лучше. А через 30 лет будем узнавать о том, что мы не знаем сейчас. мы все растем в наших отношениях. относиться к человеку, знаете, когда ему 15 лет, как будто ему 3 года. Не нужно делать с людьми то, что они как бы не думают как бы с ними обращаться. Они выросли. Лишь это потому, что мы друг друга хорошо знаем, даже в общине, друзья и так далее. Мы позволяем себе то, что не позволяли раньше. Так мы привыкли, приходим домой, как дела? Нормально. Как на работе? Ну, как всегда. Мы знаем друг друга так, что нам нечем поговорить. С другими людьми когда интереснее становится. Интереснее становится. Мы да, да, мы с ними общаемся, мы там говорим, а домой приходим и весь пар ушел. с детьми так же с друзьями. Это не то, что нужно говорить сейчас, когда я говорю, и начать общаться, компенсировать недостаток общения, либо идти вниз, и начать говорить, пить чай, и так далее, сговаривать. Давайте сделать это все свое время. Сейчас. Что Бог делает сейчас с нами? Это в продолжении того, что говорил столик на двоих. Когда девушка сказала да, Писание говорит, вы стали одним целым. Да? И двое станут одноплоть. Когда? Когда друг друга сказали да. Но я спрошу тебя, Оля, когда ты вышла замуж от такого прекрасного человека, что стали одно целое сразу на второй день, ты понял, что мужские носки, это мужские носки, прямо моментально, на следующее утро. Ты не становишься одним целым с завтрашнего дня. Ты растешь в своих отношениях и через 30 лет ты можешь сказать, мы одно целое. Я знаю, что он любит, что не любит. Как реагирует, когда он приходит домой без зарплаты, например. Либо когда у тебя там ситуация по бизнесу. Что знать, тихо, спокойно, мама пришла домой. Бизнес дела плохи. Нужно что? Молиться. Ты берешь ее за руку, начинаешь молиться, и ты уже знаешь это. А когда вы женились, вы не стали одной плотью. Да, в Писании это процесс. И еще через 20 еще будет лучше. Вы становитесь одним целым и в вере, когда вы говорите Богу, да, проходите твилу, вы не становитесь, выходя из миквы, вы говорите, все, теперь прошлое уже прошло, ко мне никакое искушение больше не пристанет. Наутро следующий просыпаешься, и вот оно искушение. Какие-то старые привычки просто у тебя бороться с ним. Через время ты побеждаешь то, что Бог от чего тебя освободил. Тогда ты сказал да, когда посвятил ему свою жизнь, и пройдя этот путь не начало спасает Библию, а конец. То есть пройдя этот путь, ты понимаешь, что Бог хочет от тебя. Галатам 3 глава 28 стих нет ни еврея и язычника, ни раба, свободного, ни мужчины, ни женщины, но в союзе с Машехом все вы одно. Как многие люди находясь в здании, не присутствуют дома. Я помню одно выражение дома, да там, где есть объятия, дома, там, где тебя хотят видеть, дома, там, где тебя поцелуют и дадут, как сказать, присесть, расцелуют, накинуться на тебя, помнуть со всех сторон, покувыркаешься, да, даже поссоришься, примиришься, это дом. Но есть люди, которые, находясь в здании, не присутствуют в доме. как мы любим говорить о странных людях, что у них не все дома. Но по сути это так. Находящийся с тобой в постели иногда не присутствует дома. Находясь за одним столом, не чувствует себя дома. как я уже сказал, мы женаты станет 32 года. И когда она сказала о том, что ты меня не знаешь, я понимаю, что 20-30 лет недостаточно, чтобы узнать человека. Мы каждый раз узнаем лучше и лучше. Мы не можем подходить к ситуации, как 20 лет назад. обращаться с людьми как будто им 15 лет. Мы все растем, меняемся и не становимся моложе, наивнее. Из-за того, что мы думаем, что мы знаем друг друга очень хорошо, не делаем то, что нужно делать. Мы себя ведем как будто нам все не хочу выражаться. Знаете, безразлично. Это касается наших семей, наших друзей, членов общины или вообще общины в целом. Чем больше вы находитесь в прошлом, тем больше вы не имеете понимания, что Бог говорит и делает сейчас. Чем больше мы слушаем третьего застолика на двоих о боли, ненависти, страданиях, не вашу пользу, каких-то решений, тогда вы отсоединены от пауэрбанка или же от источника жизни. Поэтому я скажу прямо, подключитесь. Вы можете быть на месте? Позвольте Духу Святому подключить вас к источнику. Посмотри, что проходит вокруг тебя. Сколько возможностей проповедовать, исцелять, пророчествовать, помогать, строить Царство Божие на земле. Немало у нас работы с вами. касается семьи. Не делайте того, что уйдет в ущерб семьи, особенно Божьей семьи, потому что там, где двое или трое собрались во имя мое, там и я посреди них. Не в одиночестве. Ты пришел, тебе трудно, тебе сложно, ты тыкнул свой телефон и в полном игноре внуков, детей, друзей. Вы просто смотрите какие-то вещи, играете в игры и вам все равно. А Бог говорит сейчас, время сейчас. Или в двадцать один, я буду читать две версии, одна из русско-язычной Библии, другая более как из еврита. Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять тебя. Возвещу Твое имя среди братьев, при стечении народа буду прославлять тебя. А Бог говорит сейчас, жизнь настолько скороспешна, что не стоит жить прошлым или обманываться будущим, которое еще не состоялось, а возможно не состоится. наши планы не его планы. Но Бог указывает нам на время сегодня, как на призыв включить себя в погружающее время, присоединиться к тому, что Бог делает. Плач Иеремии говорит, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Она обновляется каждое утро, велика верность Твоя Господь часть моя. Говорит душа моя, и так буду надеяться на Него, благ Господь надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Бога. Иногда, когда присутствие Бога есть в вашей семье, в ваших друзьях, служении, ты должен подключиться, ты можешь находиться там, но нужно подключиться к тому, что Бог делает. Сегодня время присоединения, это время сейчас, подключиться сейчас, и это твоя семья, это твоя межпуха, завтра может не настать, и жить вчерашним днем не стоит, потому что вчерашний день твои боли, недопонимания, твое расстройство, твое вот это состояние изжоги, она ставит тебя на обочине жизни абсолютно одиноким, абсолютно одиноким. Давайте не будем испытывать мессию, как делали некоторые из них, погибли от змей, а давайте будем, и не давайте будем роптать, как делали они, погибли от рук истребительного ангела, все это происходило с ними во время исторических событий, ставшим прообразом записанных в качестве предположения для нас, или предостережения для нас, живущих к концу времен, поэтому тот, кто думает, что он стоит, пусть остерегается, как бы ему не упасть. Вас постигло обычное для людей искушение, и можно, и нужно довериться Богу в этом. Напротив, давайте жить по-другому. Я еще раз хочу вас призвать, не отключайся от реальности событий, там, где твое тело, пускай будет и твоя ментальность, твое состояние. Если это дети с детьми, если это пикник, будь в пикнике, если домашняя группа, дай время людям, если это евангелизация, помоги человеку узнать Бога, не нужно приходить а ментальностью оставаться в другом месте. Присутствие тела, подключись мыслями к тому, где ты находишься. Это нужно. Я попрошу сейчас просто опустить головы, спросить Бога, где это время сейчас. Научи меня использовать время, когда ты действуешь. Не в прошлом, не в будущем, а в настоящем. Абва, тебе, спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Такой, как я есть, прихожу к тебе. Я прихожу разбитым, потерянным. Я опустился на 8 секунд внимания для моих детей, для моих внуков, для моих близких, мам, пап. Я опустился на 8 секунд, когда ты говоришь, это время сейчас. мы все равно придем к концу своей жизни. Я бы не хотел, чтобы приходить туда один. Потерять тех, кто мне дорог. Упускать время, которое так ценным. Упускать, когда мои дети подрастают, или когда внуки шалят, когда вообще не проходят служения, молитвы, собрания, когда есть построение, когда есть то время, когда называется сейчас. легко пройти мимо, легко проигнорировать, потому что у каждого из нас есть оправдание. У первосвященников было оправдание о том службе, которую они несли и не помогли человека, который был избит. левит проходил мимо, повернул лицо, потому что не было времени дать то необходимое сейчас. Кто из нас проявит эту чувствительность сегодня не на восемь секунд? боже, боже, что ты делаешь сейчас? Когда ты исцеляешь людей, а наши мысли где-то вдалеке, и мы пропускаем то чудо, то чудо, ты сделала. И когда нас постигает какое-то горе, мы начинаем думать, почему Бог не выходит навстречу, где я видел чудеса? в то время, когда я сказал сейчас, это время, сейчас, я ищу если тебе нужно покаяние, если тебе нужно вернуться в эту мигу, погрузиться, сказать это сейчас, сделай это своим присутствием, ментальностью, не вставляй его дома где-то, не думай сейчас о том, что произойдет там, или происходит, или как это сделать, Бог, Он здесь, потому что ты ждешь, когда я приду к тебе сейчас, такой, как есть, а то не ты ждешь, когда я приду к тебе такой, так есть, плеча твоей любви в сердце мое навеки навсегда, господь приказ как велика сейчас оба твоя любовь поднимаю очи горам, откуда приходит Бог, восемь иск спеша что не силах у глядь твою любовь Приди огнем Своим, Господь. Сочни мой грех, а моли меня. Приди огнем Своим, Господь. И будем вместе ты и я. Приди огнем Своим, Господь. Сочни мой грех, а моли меня. Приди огнем Своим, Господь. И будем вместе ты и я. Аллилуйя, аллилуйя. И будем вместе ты и я. Аллилуйя, аллилуйя. И будем вместе ты и я. Давайте еще повторим. Только петь тебе. Только хочу говорить. И начинать темноте. и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok То, что мы, называясь детьми, отказываемся от отцовского внимания Бог сейчас исцеляет людей в этой комнате, в этой горнице Ангел Господень просто прикасается к многим людям сейчас Меняя их отношение к жизни, ко временем, в котором они находятся Сегодня обращение было ко многим родителям, детям Влюбленным, мужьям, членам общины Лидером Бог говорит, предстань предо мною Я покажу тебе невероятное и невозможное Того, чего ты не видел и не знал Мне нужно твое время, мне нужно сейчас Время сейчас И слышать то, что Бог говорит сейчас Что Он делает сейчас Когда ты возвращаешься с работы С поездки С базара Или ты на базаре Где бы ты ни был Сейчас Когда мы поклонялись Это песня на еврите, которой говорилось Бог мой, спасибо за жизнь Если возможно ее спеть еще раз Я хочу сам поблагодарить Бога за жизнь Которой я живу Сегодня утром мама мне говорила Как потом будет собрание, что будет Я говорю, мам Чисто я не знаю Возможно у меня есть планы, но я не знаю Потому что я хочу быть В том месте, где Бог видит меня И сделать то, что Бог хочет, чтобы я сделал Я хочу, чтобы быть Вадимом Богом Не реагировать в мои реакции За вчерашнее Или думать за будущее Мы можем спланировать Квартиру, машину, жениться и так далее Но исполнится ли оно так, как мы захотели Точно Пускай ты будь наша песня перед Богом Благодарю за твой мир и погоня Ты в сердце, в духах святых Благодарю за твой мир и погоня Милость твою За все, что пройду я с тобой Каждый мой день, что в небо ведет Сам ты идешь предо мной Бог, мой спасибо за жизнь За все, что даешь И слезы, и счастья, и смех Наших отдать тяжело Все трудно понять Ты близко, ты рядом с ума Бог, мой спасибо за жизнь За все, что даешь И слезы, и счастья, и смех Наших отдать тяжело Все трудно понять Ты близко, ты рядом со мной Бог, мой спасибо за жизнь За все, что даешь И слезы, и счастья, и смех Наших отдать тяжело Все трудно понять Ты близко, ты рядом со мной Бог, мой спасибо за жизнь За все, что даешь И слезы, и счастья, и смех Наших отдать тяжело Все трудно понять Ты близко, ты рядом со мной Прикасайся, прикасайся к нам Это время с тобой Это время с тобой Спасибо за жизнь И слезы, и счастья, и смех Ты близко, ты рядом со мной Ты близко, ты рядом со мной я хотел бы чтобы сейчас помолились за крестину своей жизни последние последние пять лет она пережила очень много и самый наверное страшный вердикт врачей когда сказали что у нее болезнь лайма если кто знает что такое-то сложное и нашему богу нет невозможного ничего я верю что бог насильный всемогущий праведный святой он даст свое исцеление вскоре и возможно мы беспокойно о будущем но в его руках это будущее возможно наши мысли о том чтобы решить эту ситуацию прямо сейчас но поверьте она решится свое время у бога нет времени он безграничный всемогущий всесильный ищуа который умер на голгофском кресте за меня за каждого из нас умер за нее и я подать и помолиться чтобы господь прикоснулся а виду шиба 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 а 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